Сейчас мы на камеру настроим. Это где нас? Ты что хочешь конкурент? Как же? Ну, как удалось. С 85-го года, вы правы, со времени начала перестройки, мы действительно большим коллективом захотели построить то, о чем мечтал весь Харьковский теннис, вся Харьковская общественная. И вот в это действительно очень трудное время, за счет мобилизации всех внутренних ресурсов, и это абсолютно так, это невысокий словар, потому что этот публик строили и сами теннисисты, дети, их родители, студенты, преподаватели, то есть абсолютно китайским местом. И за пять лет, да, Михаилович, примерно за пять лет вот мы закончили строительство, и вы находитесь сейчас здесь уже, безусловно, можно сказать, в одном из лучших в стране и, безусловно, лучших в Украине теннисном комплексе, вмещающем шесть теннисных кортов, тренажерный зал, тренировочный зал, бытовые помещения с раздевалками, душевыми и так далее. Ну, в общем, хороший теннисный комплекс. Валерий Викторович, ну вот, чтобы попасть на эти годы, на эти годы, не обязательно работать на ТВ? Нет, конечно. Тут сейчас, я не думаю, что на ТВ работает тысяча человек, а тут сейчас как раз тысяча теннисистов, семьсот детей, триста взрослых, и кроме этого, половина дня отдана студентам университета. Вместо обычного, как вы понимаете, вы все были студентами, раз, два, три, четыре, становись, стройся. Теперь, в основном, девочки, они больше благоволят к этому виду спорта. Четыре факультета университета проводят занятия по физ. воспитанию, в этом комплексе занимаются теннисом, и я думаю, научатся на студенческие годы играть в теннис и станут нашими активными помощниками в работе. Я в общем так понимаю, чтобы научиться играть в теннис, надо поступать в Харьковский гость-университет. Ну и скажите, пожалуйста, это в общем-то массовый спорт, но я знаю, что вашу руку и справится достижениями в большом спорте, в большом теннисе. Да, без большого спорта тренер, конечно, не проживет. То есть мечта остается мечтой, мечта каждого тренера спорта спортсмена высокого класса. И у нас в университете студент четвертого курса Дмитрий Поляков в прошлом году стал чемпионом Советского Союза. Кроме него Дмитрий, опять-таки Дмитрий Пономарь, стал призером чемпионата Союза. Двое молодых ребят входят в состав юношеской дворной СССР. Один из них, Николай Шошин, играл чемпионат Европы прошлого года. Ну, еще есть молодая коробка так называемая. То есть перспективные хорошие мальчики и девочки. Ну, и я так понимаю, что вот с введением строя этого комплекса ваши заботы не кончились. Впереди, наверное, новые планы. Новые планы строительства? Ну, по-своему, конечно. 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 Я просто хочу сказать, что на тот вопрос, который вы задали в начале, наверное, исследует ответ, что даже и в таких тяжелых условиях в стране, как вы пытались предвосхитить много местных, если люди хотят что-то сделать, если они мечтают, любят это, можно сделать в любых условиях, в самых трудных. И я думаю, что ответ у нас все-таки получился. Большой коллектив, очень сильно желали, сильно хотели, и получилось, я думаю, что мне трудно будет это все правда сохранить, тоже большая задача, его будем сейчас решать, усовершенствовать и сохранить в том состоянии, в котором вы сейчас видите. Иностранцы, приезжавшие сюда, и специалисты, теннисисты из других городов Советского Союза дали этому комплексу очень высокую оценку, я думаю, что вы слышали, если не слышали, то поверьте на слово. Ну что ж, я думаю, действительно, замечательный комплекс и думаю, не грех вопросить в этом комплексе политических.